Россия из-за введенных санкций готовит план поставок отечественных продуктов в Калининград. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. До 1 сентября правительство Калининградской области, которое окружено со всех сторон странами, на которые распространяются санкции, скорректирует программы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности региона. Опрошенные нами эксперты утверждают, что из-за санкций цены в российском анклаве вырастут почти вдвое, поскольку все из России должно транспортироваться через территорию других государств, а продовольственные границы с Польшей и Литвой закрыты. О том, как Калининград разрабатывает свою продуктовую дорожную карту, расскажет Игорь Севрюгин. Игорь. Да, добрый день, Павел. Ну, действительно, в условиях контрсанкций для Калининградской области разработают отдельную дорожную карту. В официальном сообщении Минсельхоза говорится, что она будет учитывать особенности эксклавной экономики. С просьбой о такой встрече и разработке специальных решений для Калининградской области к федеральному министру накануне обратился губернатор области. Как он поясняет, речь идет о том, что приоритет в этой работе получит развитие импортозамещающих отраслей. Ну, то есть, не было бы счастья, да несчастье помогло. Губернатор ожидает, что будут строиться теплицы для выращивания овощей, наладится промышленное садоводство, мелиорации, скотоводство, птицеводство. Ну, напомню, ранее сообщалось, что Калининградская область может быть выведена из-под запрета на импорт продуктов из ЕС и США, введенных Россией, в ответ на санкции против нее. По словам министра сельского хозяйства России Николая Федорова, вопрос об импорте продовольствия в Калининграде будет рассматриваться отдельно. Ну вот, видимо, вчера это решение все-таки было найдено. Будут развивать свое производство в условиях запрета на ввоз некоторых видов продукции США, Европейского Союза и ряда других стран. Калининградская область действительно пострадает больше всех в России, отмечает депутат областной думы Витаута Слопата. По его подсчетам, замещать придется почти 80% всей продукции. После октаза от поставок из Европы продовольствия, значит, закроются транспортные фирмы, вот эти фуры-перевозчики, закроются фирмы-склады и средние оптовики, которые получали это продовольствие в Калининград. И закроются небольшие перерабатывающие производства этого продовольствия. У нас в Калининграде уже сейчас около 5-6 мясоперерабатывающих комбинатов, которые перерабатывают мясо из Европы, не работают. В связи с тем, что в прошлом году, в конце года была объявлена чума на свинину. Как отмечает депутат Лопата, в регионе из-за санкций резко возрастет безработица, поскольку весь малый и средний бизнес в Калининградской области приобретал, перерабатывал и продавал продукцию из ЕС. Другой опрошенный нами эксперт, политолог по Калининградской области Владимир Абрамов считает, что анклаву сложнее будет найти новых поставщиков. Но, как он отмечает, ассортимент неизбежно станет беднее. У нас достаточно глубокая интеграция с ЕС, в том числе и с точки зрения обеспечения продовольствия. Заменить будет сложнее, чем в других случаях, потому что новые поставщики будут гораздо дальше находиться, чем Польша и Литва, например, и это неизбежно будет дороже. Но, с другой стороны, катастрофы не будет, с голоду не умрем, но ассортимент станет беднее, цены станут дороже. В самой Калининградской области в связи с запретом сейчас создана оперативная рабочая группа. По оценкам экспертов, в ближайшие два месяца жители области не заметят перебоев, но уже начиная с октября прилавки заметно опустеют. В первую очередь это коснется фруктов и овощей, мясной и молочной продукции. По словам депутата областной думы, Витаутаса Лопаты, какие-то европейские продукты все-таки будут попадать на прилавки, но уже контрафактно. И выиграют от этого не местные бизнесмены, а белорусские, так как, скорее всего, на территории этой страны будут завозиться, например, фрукты и овощи из ЕС, там их будут маркировать как белорусские и продавать уже в области. Однако такая продукция, очевидно, будет стоить дороже, предостерегает депутат. По моим оценкам и предпринимателей, и политикой, что минимум удорожание будет на 50% к зиме, а по некоторым видам и на 100%. Потому что осенью тогда у нас есть какие-то местные овощи, фрукты тут, близлежащие к Белоруссии, там все равно контрабанда идет из Украины, там из Польши. Я думаю, что месяца через два, через три в крупных сетях недостаток продовольствия будет ощущаться. Ну вот тем временем поступают в СМИ тревожные сообщения о том, что калининградские перевозчики, которые занимаются транспортировкой грузов из Европы, вынуждены разворачивать свои фуры на полпути и отказаться от загрузки товара. Продовольственную границу уже закрыли. В пресс-службе Калининградской области, областной таможни, затруднились ответить, поскольку уже, сколько, точнее, уже фур развернули на границе, граничившись лишь сухим заявлением о том, что ведомство приступило к выполнению указа президента. Павел. Да, спасибо, Игорь. Я вот сейчас смотрю как раз сайты, посвященные развитию сельского хозяйства в Восточной Пруссии, который сейчас является Калининградской областью в 1930-х годах. Вот некоторые цифры. 16% пшеницы во всей Германии выращивалось именно на территории нынешней Калининградской области, 24% картофеля и 15% молока и молочных продуктов для всей Германии производилось именно на территории нынешней Калининградской области. Причем под сельскохозяйственные земли в Восточной Пруссии, в силу того, что там очень мало лесов, было отведено рекордное количество земель до 30%. То есть создается впечатление, что от всего этого богатства Восточная Пруссия считалась житницей Германии и даже житницей Европы. В общем, за эти годы, прошедшие с тех времен, когда эта территория вошла в состав Советского Союза, в общем, ничего не осталось. Правильно ли я понимаю? Все верно. Но те эксперты, с которыми я разговаривал, отмечают, что действительно в Калининградской области возможно наладить и сельское хозяйство, и производство мяса в том числе. Но, однако, сделать это быстро не получится. Потому в ближайшее время, точнее даже в ближайший год-два, все-таки прилавки будут полупустыми и как раз-таки будет нехватка той или иной продукции. Да, я уже вижу здесь на форумах, мяса у нас не будет, будем есть янтарь. Вот так вот калининградские, кенигсбергские, как угодно, потребители реагируют на санкции. Спасибо, это был Игорь Севрюгин.